Прежде чем поговорить о конкретных признаках, по которым вы можете понять, травят вашего ребенка или нет, мы поговорим о группах риска. Что это такое? Групп риска несколько. И вам нужно понять, попадает ваш ребенок в эту группу или нет. Соответственно, если он попадает, да плюс еще и признаки все налицо, ну это однозначно его травит. Если он не попадает, то как бы вероятность меньше. Итак, что за группы риска? Первое это различные физические, психические и социальные отклонения. Причем, когда я говорю отклонения, я имею ввиду не столько и не только заболевания. Я имею ввиду какие-то нюансы. Это может быть ребенок с повышенным весом, может быть наоборот с пониженным. Высокий, низкий, сутулый, кривоногий, лопоухий, какой-то ноздри большие, зобы большие, губы большие, глаза разные, рыжий, конопатый, голос писклявый, чересчур изо рта воняет, тик какой-то нервный глазом или заикается, шепелявит. Смеется по различным случаям, по которым не смеются другие, очень много болтает или быстро говорит. Замкнут чересчур и так далее и тому подобное. Фамилия у него может быть какая-то смешная, необычная или запах от него странный, потеет он много. Ну, в общем, не буду дальше перечислять. Я думаю, вы поняли, в каком направлении нужно размышлять. Это первое. Второе. Сейчас я вам называю правила, которые сам для себя вывел. Вывел в результате достаточно длительной работы в школе, причем не просто пришел, отсидел в штаны и ушел, а именно работы. Я прихожу, смотрю, подмечаю какие-то закономерности, пробую их исправить, да еще и описываю все это на бумаге и пишу книгу. Я к тому, что не просто, так низконточка это правило выведено. Но кроме опыта, это правило выведено еще на основе анализа своего, моего отцовства сейчас и моего собственного детства. В чем оно заключается? Дело в том, что чем покладистее, воспитаннее, приятнее ребенок в семье, тем скорее у него будут проблемы в школе. Вот, к сожалению, вот так. Правило это не сказать, чтобы железобетонное. Это не закон Ньютона, который действует почти всегда, если мы каких-то искусственных условий не создаем. Правило не железобетонное, но в педагогике и нет железобетонных правил, потому что педагогика и не наука в обычном понимании этого слова. До сих пор ходят споры, что это такое искусство и так далее, наука. Но однозначно не такая наука, как математика. Всем понятно. Однако правило это все-таки работает. С исключениями. В чем смысл? Почему оно работает? Ну, корнями это объяснение уходит во вторую часть, когда мы с вами разговаривали о той «культурной» среде, которая сформировалась в настоящее время в школе, в детской среде. Потому что культурная среда вот эта и культурная среда родительская, семейная, абсолютно две разных культурных среды. И когда ребенок формируется как личность на основе тех культурных норм, которые приняты в семье, он не может нормально конкурировать и общаться со своими одноклассниками. Потому что там совершенно другие культурные нормы. Вспомним филогенез человека. Так или иначе, если мы принимаем теорию эволюции, при прочих равных, кто-то во что-то верит, кто-то нет. Но в целом, если мы ее принимаем, то мы знаем, что с появлением интеллекта, социума, культуры, человек терял такие признаки, как мышцы большие, когти, зубы, дикость и так далее. И тому подобное. Это развитие. А сейчас у нас в школе мы имеем ситуацию социального регресса. И условно говоря, ваш ребенок оказывается в таком обществе, где уже очень многие дети приобрели заново когти, клыки, мышцы и так далее. А ваш нет. Да, в глобальном плане это, конечно, цивилизационное преимущество. Но это если ситуация развития, если история существует. А если ситуация социального регресса, то, извините, это минус. Это минус. Вспомните 90-е годы, когда интеллигенция страдала, вымирала, спивала, сидела под заборами и торговала книгами. А быки, так называемые, крышевали, ларьки, получали деньги, гуляли и пировали в жизни. Ничего удивительного в этом нет. Поэтому имейте ввиду это правило и посмотрите на то, как дела обстоят с вашим ребенком дома. Опять же, многие могут сказать, что, мол, это банальность. Нет, это не банальность. Очевидностью я это могу назвать. Но это такая очевидность, которая не бросается в глаза. Но это не банальность. Это очень важная особенность, которую нужно учитывать. Дальше. Группам риска относится смена социального окружения. Если вы поменяли класс ребенку, то риск минимален. Если поменяли школу, он повышается. Поменяли район проживания выше, город выше, страна совсем высокий. В свое время я был и толстым, и еще и поменяли мои родители страну проживания. В связи с святыми, как говорят некоторые 90-е. Поменяв страну проживания, я попал в Россию. Был у меня другой акцент. Но понимаете, когда одна страна и другая страна, там все совершенно по-другому. Там акцент, культура, манера говорить, выражаться, даже двигаться. Может быть какие-то уступать место и так далее. Все совершенно иначе. Соответственно, риск выше. Причем, когда я ранее советовал менять класс, школу, район. И когда дальше мы об этом будем говорить. Не нужно думать, что одно исключает другое. Нет, просто когда ваш ребенок уже попал в беду, тут никакой риск, его не нужно учитывать. Потому что там есть вероятность, что все-таки риск не выстрелит и ребенок нормально устроится. Но все же, почему же этот риск есть? Потому что на новом месте, в новом окружении уже налажены социальные связи между членами социума. Класса, школы и так далее. Там уже распределены социальные роли. То есть ясно, кто лидер, кто аутсайдер, кто среднячок, кому кто нравится. И тут попадает ваш ребенок. А если у него еще не особо развитые навыки коммуникации, навыки общения, то естественно им очень сложно в эту систему встроиться. Следующая группа риска это социальные диаспоры. Это очень характерно для крупных городов, например для Москвы. Но есть и в других регионах нашей необъятной страны, нашей Родины. Что я имею ввиду? Ну естественно это кавказцы и азиаты. Я не националист, не нацист тем более. Но мы должны понимать, что культурный уровень Кавказа и Азии и культурный уровень русских, славян, не знаю, как хотите, они разные. Причем наш, мало того, что они разные, наш еще и деградирует. Соответственно отсюда вытекают очень многие проблемы. И если в вашей школе, в вашем классе есть кавказцы и азиаты, то скорее всего они заняли лидерские роли, социальный статус у них очень высокий. И скорее всего они будут травить детей. Вот в общем-то все основные группы рисков. А теперь мы переходим к конкретным признакам. Ну справедливости ради нужно сказать, что некоторую информацию на эту тему можно найти в интернете. Я не хочу присваивать ни в коем случае чужие лавры. Но опять же не всю информацию. Ну и еще одна ремарочка состоит в том, что я вам буду зачитывать текст. Небольшое количество текста, который состоит из этих самых признаков. Связано это с тем, что я не хочу ничего пропустить, а могу пропустить что-то, забыть. В то же время мне хочется, чтобы вы полностью, максимально полностью видели эту картину. Поэтому зачитываю. У ребенка нет или почти нет друзей. Или они есть на словах, но домой он их не водит. И к ним в гости он тоже не ходит. Сам ребенок очень много сидит дома. Не гуляет, по телефону не разговаривает. На дни рождения не ходит или почти не ходит. Задумчив, замкнут. У меня в детстве были, кстати, такие проблемы. И я посвящал очень большую часть своего времени лепке из пластилина. То есть я сидел и мог часами, поймите, 2, 3, 4 часа я мог сидеть и лепить из пластилина. Ну понятно, что сейчас компьютеры, телефоны и, соответственно, ситуация поменяется. Они будут сидеть в телефонах. Дальше. Ребенок постоянно ищет поводы, чтобы не пойти в школу. Голова или живот у него болит, температура, проспал он или так далее и тому подобное. И при этом вы можете очень часто слышать о том, что он ненавидит школу и не хочет на нее ходить. А можете и не слышать, конечно. Дальше. Ребенок часто теряет вещи. На самом деле он их не теряет. Их крадут и прячут. Может быть грубым и раздражительным дома, вымещая злость и обиду на родителях и братьях с сестрами. Два таких случая у меня были. Интересные. Первый. Когда я встретился с ребенком, у которого, скорее всего, действительно было СДВГ. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Вообще сейчас очень часто голословно вешают этот ярлык на детей. А вообще-то его нужно исследовать ребенку. Ставить, делать даже анализы определенные. То есть, это все не просто так. Тому ребенку никаких анализов, естественно, не делали. Но вот очень было похоже, что у него действительно СДВГ. И он очень доставал учителей. То есть, это один из тех случаев, когда и сам ребенок виноват, и действительно его травят. Обычно бывает либо так, либо по-другому. А здесь вот совмещение было. И однажды, ну, я в основном возился с этим ребенком. Я мог с ним только более-менее совладать. И поэтому учителя постоянно приводили ко мне его. Он там снимет штаны где-нибудь. Пипетун свой покажет в классе всем. Ну, его сразу же ведут ко мне. Или он орбегает с канцелярским ножом, орет, что порежет там себя и всех. Его ведут ко мне. Я с ним постоянно занимался. Очень часто сижу свои бумаги делаю, а он сидит там рядом со мной, болтает или играет в солдатики. Но очень часто и его травили. И однажды он пришел ко мне за помощью. У него спрятали портфель, до слез довели. И очень долго мы по камерам наблюдали, искали, где там этот его портфель находится. Ну, а второй случай связан с жестокостью. Ко мне пришла мамочка. Тоже интересный случай, потому что, ну, не буду долго рассказывать. Это надо читать. Я выкладываю книгу у себя в блоге. Можете почитать, там это все описано. Дело в том, что ребенок очень груб был и даже жесток со своими братьями и сестрами. А семья была многодетная. И мама пришла ко мне за помощью. И именно после ее прихода у меня окончательно сформировалось понимание, что действительно, действительно ребенка травит. Я стал более пристально за ним наблюдать. Потому что тогда я только взял класс. Прошло, может быть, недели две. И я еще не успел накопить опыт. То есть вот такая ситуация была. Вообще, хочу вам сказать, что все, что я вам говорю, повторяю. Ну, просто, чтобы придать, наверное, какой-то увесистости своим словам, что все, что я вам говорю, вытекает логично и органично из моего собственного опыта. Все это я сделал и делал на практике. Далее. Ребенок может выпрашивать или красть деньги. Скорее всего, потому, что с него их трясут в школе. Это очень частая ситуация. На теле часто синяки и ссадины. Вещи грязные и порченные. Это потому, что их постоянно толкают. Таких детей рвутся, швыряют, пинают в классе портфели и так далее. Книги и тетради рванные, мятые, грязные по той же причине. Вы ему постоянно говорите, чтобы он не вырывал листки из школьных тетрадей. А он постоянно их врывает. Но почему он их вырывает? Да потому, что рисуют там различные непотребства или обзывания. И он не хочет, чтобы их видели. Далее. Может ходить в школу не самой удобной короткой дорогой, избегая лишних встреч. Но это часто можно встретить в интернете. Я, кстати, сам так ходил в школу. Далее. На страницах в социальных сетях нет личных фотографий. Нет личных данных. Большинство френдов такие же, тоже обезличенные. Записи на странице могут быть поголовные из вымышленного мира. Но вообще вот этот вымышленный мир, аниме, мультики, фильмы и так далее, это очень показательно. Но я вам уже говорил про то, что я люблю заниматься, любил заниматься лепкой из пластилина. Ребенок просто уходит в какой-то вымышленный мир для того, чтобы не сталкиваться в своей голове со своими проблемами, которые очень травматичны. Кроме того, я, например, уходил в пустую комнату, когда все смотрели телевизор. Ставил там колонки к ушам. Большие колонки были у меня. Их ставил ближе к ушам, потому что денег на наушники не было. И слушал рок-группу русскую. Но это связано с потребностью человека общаться, с потребностью быть услышанным, быть понятым. Ну и вот какая-то такая псевдо-дружба возникала между мной и этой самой группой. Что самое удивительное, моих родителей, ну отец-то постоянно был на работе, а мою мать или мою бабушку, дедушку, их не удивляла такая моя потребность. То есть о ней, понимаете, вроде вот мне сейчас кажется очевидно, что если ребенок уходит и часами валяется слушать какую-то музыку, то что-то ненормально. А им так не казалось. Далее. Нежелание делиться с вами событиями из школьной жизни. Односложные ответы на вопросы о ней. Кроме того, очень многое можно выяснить у классного руководителя. Но опять же, если он, конечно же, занимается своей работой более-менее осознанно и вменяем. Так что тут может быть? Чем вы должны интересоваться? Активен ли на уроках ваш ребенок? Как он отвечает? Боязливо или уверенно? Не тусуется ли с одноклассниками, находясь в одиночестве или рядом с учителем? Ну, то есть, находится он с одноклассниками или находится рядом с учителем постоянно или вообще не выходит из класса? Очевидно, его оскорбляют, дразнят, дают оскорбительные клички. Хотя об этом далеко не каждый классный руководитель вам расскажет. Ну почему? По-моему, тоже все понятно. То есть, если я классный руководитель и моя задача в том, чтобы порядок был в классе, а вы приходите, спрашиваете, и я вам рассказываю, что я не справляюсь со своей задачей, со своей обязанностью. Ну, вы, наверное, посмотрите на меня соответствующий, поэтому я вам просто об этом не расскажу. Это желательно узнавать, ну, конечно, можно спросить у классного руководителя, но желательно узнавать у предметников, педагогов, у тех, которые не заинтересованы. Сдачи он не дает, делает вид, что все это шуточки, глупо улыбается, отшучивается. Опять же, некоторые учителя вам могут сказать, да, его действительно впинают, шпиняют, а он как-то смеется. Нет бы, сдачи дал, я ему постоянно говорю, дай ты им сдачи, они от тебя отстанут. Ну, некоторые могут рассказать, либо по простоте душевной, либо сознательной. Далее, на физкультуре. Физкультура это вообще очень показательный урок. В игры он не играет, или же его не выбирают в команду. Ну, то есть, знаете, когда две команды нужно выбрать в себе игроков двум капитанам, а его выбирают в последнюю очередь. Или вообще он не играет. А когда играет, его толкают, там, унижают, орут матом на него, что он не так дал мяч, не там и дал, и так далее. Какого дьявола ты отдал ему мяч? Мимо! Идиот ты конченый! Какого чёрта ты вообще сюда припёрся? В классе низкий и общий уровень знаний. Потому что в классе, где детям страшно, все подвержены стрессу. Дети плохо учатся, думая не о знаниях, а о том, как избежать нападок. У меня был такой случай, опять же, в школе, из моей практики, когда ребёнок постоянно ходил в школу не в форме. То есть, все ходили более-менее в этом классе в форме. Это был, по-моему, седьмой класс, да, седьмой класс это был. Все ходили более-менее в форме, а он постоянно, ну, как-то принципиально, понимаете, ходил в каких-то странных красных кроссовках, в какой-нибудь спортивном костюме. Но настолько это нелепо выглядело. Классный руководитель обратился ко мне за помощью. Мол, помоги, все ходят вот как-то более-менее нормально, а этот ходит вот так. А я со стороны наблюдал этот класс, и мне казалось всегда, что этот ребёнок лидер, понимаете. Ну, он, скорее всего, будет хищником, он, скорее всего, будет травить. А тут, когда я начал с ним работать, ситуация, мой взгляд, поменялся. Как это произошло? Чем глубже я вникал в эту проблему, тем больше я узнавал коллектив и вообще особенности личности этого ребёнка, других. И оказалось, что этот ребёнок совсем не лидер. Он как раз-таки среднячок, он составляет свиту. А в эту свиту он попал как раз-таки из страха, чтобы жертвой не оказаться. Из страха оказаться жертвой. То есть он присоединился к лидеру. И лидер всех там потравливал понемножечку в своей свите. В частности, его он заставлял ходить в этой форме. Не в форме, а в спортивной форме. А в школьную форму, когда тут одевал, лидер его начинал травить. И поэтому ребёнок категорически не хотел в ней ходить. Причём он очень серьёзно боялся отца. А потом, когда родители ко мне пришли, не к классному руководителю, а ко мне. Там здоровый, такой авторитетный, серьёзный отец с мамой. Они начали разговаривать. Я понял, кстати, что у ребёнка всё достаточно хорошо дома. Что он там послушный и так далее и тому подобное. Но вот одна проблема, с ней отец вообще никак не может справиться. То есть его, этого ребёнка, вплоть до такого доходило, что лупили уже за то, что он не одевает форму. И одевали его в форму. Отправляли в школу, уходили на работу. А тот разворачивался, приходил домой. Переодевался и опаздывал в школу. Понимаете? Отец вообще ничего не мог сделать. То есть вот, я вам это рассказываю для того, чтобы вы поняли, насколько разнообразными могут быть эти признаки. Насколько сложно себе всю эту картину сформировать. И на что нужно обращать внимание. Сразу скажу, что для охвата всего спектра возможных ситуаций, возможных моделей поведения, тут не хватит целой статьи, там книги, наверное, не хватит. Не знаю, надо исследование проводить. Я вам дам общее направление. Ну, то есть я не смогу вам сказать, что нужно делать в этой ситуации, если вы хотите воспитать мужественного сына. А что нужно делать, если у вас дочь или вам плевать на мужественность. То есть я не буду давать вот эти вот ответвления. Я вам дам общее направление, от которого вы потом будете отталкиваться. Итак, приступим. Первое, что вы должны сделать, это убедить своего ребенка в том, что после признания для него ничего не изменится в худшую сторону. Потому что совершенно две разные ситуации. Одно дело, когда он приходит домой и всю непереносимость бытия носит в себе, никому не говоря, его никто не понимает, поэтому он ни с кем не может поделиться. И другая совершенно ситуация, когда он приходит и делится с близкими, а близкие его понимают и поддерживают. И при этом он понимает, что несмотря на то, что близкие знают эту его беду, эту его, как ему кажется, червоточину. Ну я имею ввиду то, что он не соответствует общественной норме, требованию «давай сдачу, умей постоять за себя». Несмотря на то, что близкие об этом знают, их отношение к нему не меняется. Для того, чтобы это сделать, вам нужно прежде всего отказаться от категоричности вот этого заявления. «Давай сдачу, умей постоять за себя» и так далее. Но, естественно, что в одночасье переобуться в полёте вы не сможете. Взять вот так вот и сказать, что всё, теперь вот я так не думаю. Вы должны объяснить ребёнку, что всё относительно. Вы должны как бы передвинуть черту вот этого утверждения, вот этой нормы «давай сдачи». То есть вы должны сказать ребёнку, что да, в принципе давать сдачи нужно. И то, что он раньше об этом слышал, читал в книгах, посмотрел в мультиках, там ваши разговоры с ним. Вы, в общем-то, от своих слов не отказываетесь. Но пришла пора, потому что он вырос, он столкнулся с этими проблемами. Уточнить данное понятие. Вы должны сказать, что действительно в жизни есть такие ситуации, когда очень трудно дать сдачи, а порой невозможно дать сдачи. Но это не значит, что ребёнок или человек некачественный, бракованный. Совершенно это не ведёт к такому выводу. Вопрос в другом. Во-первых, если его будут бить, или на его глазах будут бить маму, или оскорблять девочку, то он же в любом случае заступится. Он переборет свой страх. То есть вы его в этом должны убеждать. Ребёнок будет про себя думать. Ему будет очень хотеться с этим согласиться, поэтому он согласится. Это объективно так. А субъективно хочется думать, что действительно ваш ребёнок в такой ситуации забудет про страх. То есть вот в этом вы его должны убедить, что черта, за которой он всё-таки перейдёт в наступление, она всё-таки как бы есть, понимаете. И она не вообще отсутствует, она есть просто чуть дальше. Это во-первых. Во-вторых, вы должны объяснить ребёнку, что он только учится. Что очень много в жизни бывает ситуаций, когда сама жизнь не самая большая ценность. Когда есть ценности намного дороже жизни. Ну, например, самоуважение, честь. Вы должны ему рассказать, как стрелялись офицеры, когда теряли свою честь. Понимаете? Вы должны рассказать, как люди жертвовали своей жизнью ради друзей. Да вы можете рассказать, хоть я не знаю, про какого-нибудь на зоне. Ну, типа авторитета, который... Я читал книжку давно, которого там случайно как-то опустили. Где-то на посиделках около костра он был пьяный. Он после этого жить не смог, хотя очень авторитетный был. Ну, то есть вы ему можете рассказывать всё, что угодно. Главное, чтобы он понял, что есть вещи гораздо ценнее жизни. И вот ваш рассказ плюс та ситуация, в которую он попал, эти два фактора действительно его в этом могут убедить. А вы должны сказать, что как только он это поймёт и окажется в новой для себя ситуации, в новом для себя коллективе, он уже будет действовать совершенно по-другому. И не допустит ничего такого. То есть, понимаете, вот этими мостками, во-первых, когда вы передвигаете эту черту, как я уже сказал, во-вторых, вот этим мостком, когда вы говорите, что в новой ситуации он этого не допустит, вы как бы продлеваете пунктиром его жизнь. Вы показываете ему, что его жизнь не закончена, что он станет дальше нормальным человеком и у него всё будет хорошо. Ну, а параллельно и вместе с тем вы постепенно отказываетесь от категоричности, которую он раньше видел в ваших советах давать сдачи, в ваших рекомендациях, постоять за себя и так далее. То есть, вот это первое, что вы должны сделать. Дальше вы признаётесь, ну или делаете вид, что признаётесь, что и сами переживали такую ситуацию. Ребёнок должен понять, что за этой ситуацией тоже жизнь есть. Кроме этих признаний, вы должны ему читать книги на эту тему и показывать фильмы на данную тему. Показывать, что вот он, видишь, выход есть. Правда, здесь есть опасность, и она в том, что ребёнок может вам сказать, и это в лучшем случае, а в худшем случае не сказать, а подумать. Поэтому вы должны предусмотреть и сами сказать о том, что есть фильмы и есть книги, в которых всё заканчивается трагично, вплоть до такого. Но так происходит, потому что родители или ребёнок, если он не сказал родителям, или все вместе они действовали неправильно, или вообще не действовали. И в том-то и есть ценность фильмов и книг, чтобы остальные, изучая эти материалы, не допускали таких ошибок. То есть, вы его должны в этом уверять, повторяю, убеждать. В том, что за травлей жизнь есть. Кроме того, постоянно расспрашивая его, предлагая, чтобы он поделился с вами, вы не должны на него давить. Поверьте, он далеко не сразу захочет вам рассказать, ни на первый, может быть, ни на второй, ни на третий день. Но как только он поймёт, что вы серьёзны, он с вами поделится. Почему? Да потому что эта беда в первую очередь достаёт его. В первую очередь у него есть такая потребность с кем-то поделиться. И как только он вам будет доверять, он это сделает. И не надо тут сейчас делать удивлённый глаз, может быть, для некоторых открытия, но степень доверия между родителями и их детьми далеко не самая высокая, какая только может быть. Кроме того, для того, чтобы быстрее его раскрыть, и для того, чтобы показать ему, что ничего такого уж смертельного нет в ситуации с травлей, вы можете почаще собираться за семейным столом. Например, за ужином. Когда родители, мама или папа рассказывают о своих проблемах. Потому что действительно, в общем-то, тут даже придумывать ничего не надо. Очень часто взрослые рассказывают, какие проблемы у них на работе. И все эти проблемы, большинство из них так или иначе связаны либо с коллегами, либо с начальством. А ребёнок слушает и понимает, что, во-первых, уровень доверия повышается. Появляется такая ситуация, в которой вы начинаете делиться своими проблемами все вместе. А во-вторых, ребёнок понимает, что вот, оказывается, и у родителей, пускай не такая сложная, но схожая ситуация, в которой родители тоже не дают сдачи. Ну а как же всё-таки вызвать вашего ребёнка на откровенный разговор? Тут надо начинать издалека. Есть масса тем, отталкиваясь от которых, можно, в общем-то, получить желаемое. Недавно я, зная, что очень часто подростки тусуются в туалетах, делают там всё, что угодно, зная об этом, зная о том, что там плохие подростки, как правило, собираются, я спросил свою дочь, мол, тусуется ли с ними она. Ну и она тут же мне выложила, что они там делают, что в туалете собираются девочки, что часто они назовут мальчиков, что там курят, пьют водку, ну и так далее и тому подобное. Отталкиваясь от этой темы, потом можно узнать вообще много чего, всё, что вам хочется. Какие же вопросы, в принципе, можно и нужно задавать вашему ребёнку для того, чтобы он постепенно раскрылся? Опять же повторяю, не сейчас же, понимаете, не тут же, а через день, два, три. То есть вы регулярно должны его спрашивать о том, как ведут себя на уроках, какой учитель им нравится, какой не нравится. А, вот этот не нравится. А почему не нравится? Она строго себя ведёт? А, хорошо, а у неё порядок в классе или непорядок? Хорошо, а у другой учительницы есть вообще такие учителя, у которых бардак? Бардак, да, есть. А кто наводит этот бардак? Кто доводит учителя? А как он его доводит? Матерится? Или встаёт, ходит по классу, других задевает? А он вообще, в принципе, этот человек постоянно так себя ведёт? Или кроме вот этого учителя, которого вы не любите, есть другой учитель, у которого тоже порядок? И так далее, и тому подобное. Кто пьёт водку или употребляет наркотики, если это старшие классы? Носят ли у них в школах пистолеты и ножи? Ну, естественно, если это младшие классы, то, может быть, ты знаешь, другие носят. В каких туалетах курят? И кто вообще выходит на улицу курить? И выпускают ли на улицу курить? То есть вы должны постепенно, заходя издалека, как бы сужать этот круг вопросов, понимаете? И постепенно, постепенно вы поймёте, что если в этот туалет, например, в котором курят кто-то ходит из класса вашего ребёнка, то это, скорее всего, хищник. И вы начинаете спрашивать, а не он ли срывает уроки вот у такой-то учительницы? И так далее. То есть не нужно задавать вопросы в лоб. Просто задумайтесь, подумайте о том, какая школьная жизнь, как она протекала у вас, какая она может быть у вашего ребёнка. И задавайте вопросы, ну, немножечко, даже пусть не на три ступени дальше, да, но на две ступени. Не сразу, прямо в лоб не спрашивайте, как травят вашего ребёнка или не травят, издеваются над ним или нет. Далее, вы должны убедить ребёнка в том, что ничего не будете предпринимать без его разрешения. Потому что именно на этот страх падает большая доля общего страха ребёнка перед тем, чтобы вам признаться. Ребёнок боится, что вы наломаете дров. И поверьте мне, у него есть основания на это. Потому что, ну, что вы можете сделать? Давайте подумаем. Вы побежите и устроите скандал, да, вы напишите бумаги во все инстанции. И что, ребёнка тут же перестанут травить, вы думаете? Ну, может быть, один хищник и перестанет травить, а все остальные будут подначивать. А вы думаете, что другие соседние классы об этом не узнают рано или поздно? В общем, вы, для вас жизнь ребёнка, вот эта вот школьная, она под семью печатями, замками и запретами. Вы не знаете её. И ребёнок, отталкиваясь от этого, отталкиваясь от того, что вы тоже не супермен, к сожалению, потому что он же вас видит в реальной жизни, он видит, что вы где-то постеснялись здрасти сказать. Где-то вас толкнули, а вы промолчали. Где-то там серьёзная проблема, которая вас задевает, а вы тоже об этом молчите, никому не говорите. А с другой стороны, он видит хама одноклассника, который постоянно грубит учителю, которого вызывают к директору, который не боится этих вызовов и приходит от директора и не меняет своего поведения. Понимаете? То есть, с одной стороны, он видит ваше поведение, а с другой стороны, поведение этого человека. Да, да, я понимаю, там есть много прочих неравных, что не буду вдаваться в подробности. Это ребёнок, естественно, ему ничего не грозит. Но вашему ребёнку это не объяснить. Для него всё вот как на двух ладонях. С одной стороны, ваша фигура достаточно невнятная и маломощная, а на другой ладони фигура этого хулигана. И он понимает, надо сказать здраво, оно так и есть, что вы ничего не сделаете. Вы только усугубите ситуацию. И ещё раз я прошу вас, чтобы вы это поняли. Прошу как бы осознать и впитать в себя. Вы ничего не можете сделать. Если вы пойдёте ругаться, то вы ничего не добьётесь. То есть, очень мало людей могут пойти и таким образом надавить на психику подростка и окружающих, чтобы он, ну извините меня, под себя лужу сделал. А только в этом случае будет результат. И если у вас этого не получится, а если бы вы были уверены в том, что у вас это получится, вы бы сейчас меня не смотрели и не слушали. Так вот, если у вас это не получится, не делайте это. Убеждайте ребёнка в том, что вы этого делать не будете. Тогда ему будет намного проще. Это первое, в чём вы его должны убедить прямо. Ну а косвенно вы должны убеждать его в том, что в принципе вы можете многое сделать. Вот это, например, и ещё кое-что. То есть, ребёнок косвенно должен понимать, что у него всё равно есть какие-то возможности. Это ещё один костыль для его психики, для его личности. То есть, он должен понимать, что если случится что-то там ужасное, то у мамы или у папы есть ещё какие-то возможности, которые сейчас пока я боюсь просить, чтобы он их применял. Что касается катастрофичности. Ну вдруг ситуация катастрофичная, действительно нужно идти бить во все колокола. Это я с этим не спорю. Действительно так может быть. Другой вопрос, что я понимаю под катастрофичностью. Здесь сложно что-то внятное сказать. Единственное скажу, чтобы вы отталкивались от следующего правила. До тех пор, пока можно терпеть, до тех пор, пока можно каким-то образом, хоть чуть-чуть решать эту проблему, не усугублять, а решать. Нужно терпеть. Не нужно вот этих вот советам следовать, предавать травлю гласности. Только навредить. То есть, до тех пор, пока можно терпеть, нужно терпеть. Как только нельзя терпеть, естественно, нужно сразу что-то делать. Но не гласность опять же, а переводить там куда-то, об этом и дальше поговорить. Ну и еще немного о том, почему вам не стоит сломя голову нестись туда и решать эти проблемы, поднимать скандалы и писать письма. Вот смотрите. Предположим, вы туда понеслись и устроили скандал. Что будет? В лучшем случае школа сразу отреагирует. В лучшем случае родители ребенка придут, пойдут на контакт и придут в школу. В лучшем случае они поймут, что их ребенок, хулиганы, не будут его защищать. В лучшем случае после этого они смогут на него повлиять, чтобы он исправил свое поведение. Понимаете, что такое огромное допущение, такое большое количество случайностей, оно как бы сводит успех вашего предприятия фактически на нет. Я вам скажу, что будет. Вот предположим, вы пришли в школу, а школа не захотела вызывать родителей. Она решила все сделать сама, чтобы шумиху не поднимали. Как вы думаете, после разговора школьных преподавателей, я не знаю, тех, которые допустили эту проблему, школьного психолога, что-то серьезно исправится? Ну, я думаю, что вы уже взрослый человек и в сказки не верите. Соответственно, вашему ребенку будет хуже. Теперь другое. Как вы думаете, что будет, если придут родители и начнут заступаться? Или не придут вообще? Начнем с того, что не придут. Это следующая ступень. Им позвонили, а они отказались. Послали нахер все и отказались, не пришли. Дома спросили у своего сына, что там случилось, почему меня вызывает ваша директриса из-за какого-то там Пети нытика. Ребенок посмеется, поймет, что родителям как всегда пофигу, а он может делать что угодно. И Пете нытику достанется еще больше. Правильно? В школе. Или что будет, если родители придут и начнут за него заступаться? Прямо вот при вас. И ребенок поймет, что на его стороне родители. Ну, то есть, понятно, да? Единственный случай, когда вы можете пойти, я вам уже об этом говорил, когда вы можете сделать так, чтобы ребенок лужу напрудил под собой. У меня друг, я про него вам уже рассказывал, когда говорил о том, что его девочке синяк поставили. Так вот, девочка, повторяю, и это важно, подчеркиваю, обратилась к другу сама за помощью. Пришла с синяком и сказала, папа, я дала ему сдачу, а он мне в ответ, видишь, что учудил? Папа, типа, помоги. И вот тогда друг обратился ко мне. Что это за человек? Мы учились с ним вместе, то есть, у него высшее образование. Он тогда был очень серьезным хулиганом на грани с бандитизмом. То есть, такое хулиганство, знаете, на грани, на грани. Потом он стал ментом. Ну, в нашей стране это неудивительно. После этого он из ментовки уволился, но в том городе, куда он уехал, у него очень много знакомых и ментов, и бандитов. Он занимается сейчас там обналом и так далее и тому подобное. То есть, человек достаточно такой интересный. Всю свою жизнь сознательную, ну, может быть, не все, а вот как в институт вместе мы поступили, до сих пор он занимается единоборствами. То есть, ну, морды, попросту говоря, бьет другим. Понимаете, какой склад характера и личности у этого человека? И то он не полез на рожон сразу, он позвонил мне перед тем, как пойти в школу, и спросил, что делать. Я ему объяснил все то же самое, что сказал вам. Я сказал ему, что если ты пойдешь туда, напугаешь его, но не сильно, а чуть-чуть, то в следующий раз он уже разобьет нос, там, твоей дочке сломает нос. И что ты будешь делать? Для того, чтобы напугать его действительно сильно после этого первого холостого раза, нужно будет просто бошку ему оторвать или головой в унитаз его опустить, как сделали другие родители. Я думаю, что там у них наладилось, но если только тот ребенок не больной просто-напросто на голову, то скорее всего наладилось все. Но опять же, я в этом почти уверен. Так вот, если ты не сможешь этого сделать с первого раза, второго раза у тебя не будет. Он пошел и напугал там, настолько сильно напугал всех, что сам напугался, но он делал это без прямых угроз, понимаете, филигранно. Его даже если бы записывали на диктофон, предъявить ему ничего бы не смогли. Сможете, обладаете вы такими качествами, сможете вы так сделать, можете сразу идти туда и решать эту проблему. Даже, в общем-то, не ставив в известность ребенка. Хотя это, конечно, неправильно. Я, в общем-то, этими качествами обладаю, но когда у меня такая беда случилась, я последовательно прошел по всем тем ступеням, которые вам изложил. И, в общем-то, в школу даже и не пошел. В этом необходимость отпала. Ну, просто потому, что таким образом ребенок как бы сам решает свои задачи при вашей помощи, понимаете? Если у вас получилось, а если вы довели до того, что вам в глаз ударили, вашему ребенку в глаз ударили, то тут, конечно же, надо самостоятельно вмешиваться, но ребенок уже не самостоятельно решит эту проблему. То есть, вот как бы вот такая вот вилка. Идем дальше. Предположим, вы сейчас меня выслушали и подумали, да, у меня такого ресурса нет, о котором ты говоришь. Я этого сделать не смогу. Что делать мне? В таком случае, если вдруг до этого уже дошло, что нужно вмешиваться, вы должны попробовать найти такой ресурс. Вот, например, страничка в интернете, соответствующая. Если вы пойдете по этому пути, если вы будете искать здесь, а я знаю людей, которые, в общем-то, предлагают, так скажем, свои услуги на этой страничке. Это мои знакомые люди, которые помогали там. Очень достойные люди. Если вы вдруг пойдете по этому пути, то вы должны следовать некоторым правилам. Во-первых, переписываться вы должны очень осторожно. То есть, вы должны просто описать свою ситуацию, сказать, что вот такая есть проблема, нужна помощь. И когда с вами кто-то свяжется, после этого, вы должны будете попросить адрес электронной почты. И когда пройдет там дня 3-4, чтобы этот человек удалил переписку из контакта с вами, написать ему с электронной почты. Причем эта почта должна быть не на Яндексе и на Мэйле, а на каком-нибудь Джимейле, понимаете? Ну, чтобы ее нельзя было вскрыть. Естественно, такой человек должен быть не один, потому что с этими мерами предосторожности он просто может по вас забыть или там отказаться от своего слова, которое вам ранее дал. После того, как вы находитесь несколько таких человек, вы начинаете с ним переписку с почтового ящика. В этой переписке вы уже как бы постепенно подходите к сути проблемы. С одной стороны, вы не должны затягивать, потому что человек может соскочить с тем и сказать, что это какой-то мутный товарищ у меня помощи просит, задает странные вопросы. Но с другой стороны, эти странные вопросы вы должны задавать. Вы должны понять интеллектуальный, культурный, моральный уровень, понимаете, своего собеседника. Если там будет какой-то тупой индюк, он может наградить бед. То есть, начиная с того, что он не сможет напугать этого хищника и заканчивая тем, что он его, я не знаю, покалечит, вас потом сдаст и вас, в общем-то, посадят за это или осудят. Я понимаю, какие вещи я сейчас говорю. Я понимаю и отдаю себе в этом отчет. Но в той ситуации, которая сложилась, когда дети вынуждены приходить и стрелять, убивать друг друга, потому что доходит до травли, в той ситуации, когда педагоги и вся система беспомощна, я считаю своим долгом сказать такие вещи. Так вот, когда вы находите такого человека, вы ему уже можете сливать конкретику. Ребенку своему говорить ничего не нужно, чтобы ребенок не пробовал, не провоцировал, ничего вот этого не было. Если вдруг ситуация изменится и ребенок подойдет и скажет или там в очередной день вам скажет, ну типа, а как вот, не обижает меня Варя там или Маша или Петя, тогда вы скажете, ну видишь, я же обещал тебе помочь, я тебе и помог. Но все-таки лучше, конечно, искать не через такие ресурсы, а по своим знакомым. Это может быть какой-то там ветеран, ваш сосед, знакомый, брат, сват и так далее, в котором вы уверены. Ребенка, естественно, тот ребенок, который в данном случае выступает в роли хищника, это ребенок. Он такой, потому что его плохо воспитали. Вполне возможно, у него масса своих проблем, начиная от неуверенности, заканчивая там каким-нибудь страхом, комплексом и так далее. Это ребенок, его не нужно ни калечить, ни тем более, там, я не знаю, пугать смертью. Его просто слегка нужно напугать. Но слегка, сравнительно, да, вы должны понимать, что слегка это лужа у него в штанах. Вот и все, что вы должны сделать. Совсем идеальный вариант это наезд на хищника молодых ребят, но которые в то же время еще и достаточно образованы для того, чтобы все грамотно провести. Но это крайне сложно реализовать. Теперь, что касается смены класса или школы. Ну, во-первых, меняя класс, вы должны понимать, что все окружающие, в том числе и в первую очередь, классный руководитель нынешний, классный руководитель потенциальный, который у вас будет, они должны быть уверены в том, что вы делаете это не убегая. То есть, не из чувства бегства и самоспасения. Они должны съесть ту легенду, которую вы для них предложите. Я не знаю, что это будет за легенда. Это нужно рассматривать, исходя из конкретной ситуации. Может быть, профиль там лучше или там успеваемость выше и так далее и тому подобное. Потому что, если классные руководители или учителя заподозрят хотя бы, что вы бежите от травли, то эта информация, скорее всего, прямо вот 95% выйдет наружу. То есть, произойдет утечка информации. И рано или поздно об этом узнают дети. И как только об этом узнают дети, они начнут вашего ребенка донимать на переменах. потому что, ну, одно дело, когда ребенок просто ушел, которого немного травили, потому что класс надо менять на втором уровне, да, травлю, когда она внутри класса. Ребенок ушел, вроде как большое внимание на него не падало, на переменах его не травили, но тут, как только они услышат, что он, оказывается, от них убежал, они его будут искать на переменах специально. И вот уже в это время, даже в новом классе, если он очень дисциплинированный, и там, в принципе, таких традиций нет, даже если это все так, то дети, потенциальные хищники, обратят внимание на то, что нового новичка травят из старого класса и, скорее всего, займутся тем же самым. То есть, поэтому вам нужно все держать в тайне. И не просто в тайне, а еще раз повторяю, придумать легенду, в которую поверят в первую очередь классные руководители и учителя. Какие есть конкретные моменты при переводе в новый класс? Ну, во-первых, не нужно бежать сразу же, как только появились первые признаки травмы. Вы воспитываете таким поведением слабость, привычку избегать трудностей и отсутствие умения решать свои проблемы. Это очень плохо. Ребенок в дальнейшем неоднократно будет сталкиваться с подобными проблемами, а умения у него этого не будет. И чем дальше, тем сложнее ему будет решать эти проблемы. Без такого умения, тем тяжелее его будет формировать. Поэтому не спешите. Попробуйте сначала побороть ее. Второе. Связано с тем, что когда вы не будете спешить, ребенок будет ну, как бы хапнет трудности. Понимаете, он должен этих страданий хапнуть. Вы спросите, для чего? А я вам объясню. Потому что именно такой прискорбный, такой тяжелый опыт, только он поможет вашему ребенку в новом, на новом витке его судьбы, когда он попадет в подобную ситуацию, позволит ребенку сказать нет, я это терпеть не буду. Только такой опыт может помочь ребенку побороть страх, научить его давать сдачи, отвечать за себя, потому что это обязательно нужно уметь делать. А вы его такого опыта лишите. Не лишайте. этот опыт нужен. Ну и третье, вы должны учитывать, что помещая его в новый класс, вы помещаете его, я уже об этом где-то говорил, но повторяю, в новую среду, где уже все социальные связи налажены, где уже социальные роли распределены. То есть ребенку будет достаточно тяжело. И в общем, в принципе, в этот класс вы можете помещать только в том случае, если он более дисциплинированный и там нет подобных явлений, нет хулиганов. А об этом позаботиться должны вы. Это вы должны узнать, поговорить как-то так издалека, но повторяю, так узнать, чтобы не привлечь внимания, чтобы не раскрыть себя, чтобы нынешние учителя, классный руководитель не поняли, что вы убегаете от травли. Итак, вы узнали, с новым классом все нормально, помещаете туда своего ребенка, после того, как он здесь уже немного пострадал, немного потерпел, а дальше вы продолжаете его вести, вы его не отпускаете в новом классе. Вы узнаете, как прошел его день, как к нему отнеслись эти или другие ребята, с кем он познакомился, что у него спрашивали, что он ответил, правильно ли он ответил или нет, с ним советуйтесь, объясняйте ему. То есть, это нужно делать дальше. Далее, если вы решили поменять школу, во-первых, надо сказать, что школу нужно менять только на третьем уровне развития травли. Имеется ввиду, когда она уже вышла за пределы класса, и уже на переменах травят вашего ребенка не только одноклассники, но и посторонние дети. То есть, дети, которые с ним не учатся. Это уже такой очень серьезный уровень, и здесь можно только убежать со школы, если вы, конечно, не супер бешеный терминатор, который может всю школу напугать и заставить изменить свое поведение. Итак, меняете школу на третьем уровне и выше. Какую школу нужно выбирать? Нужно помнить, что в школу дети ходят по территориальному признаку, то есть, те дети, которые рядом с этой школой живут. Соответственно, если вы перейдете в соседнюю школу, которая находится неподалеку от старой, то 95-99%, что рано или поздно вот эта слава человека, которого травили, она догонит ребенка в новой школе. Поэтому школу нужно выбирать по двум моментам или хотя бы по одному из них. Она должна быть либо очень дисциплинированной, с хорошими отзывами, это тоже нужно проанализировать все внимательно, либо она должна быть далеко от старой школы, а в идеале и то и другое. Вот по этим принципам. Дальше. Меняя школу, вы должны максимально обрубить все связи. Обязательно удалить аккаунт в социальных сетях как минимум на полгода. То есть сделать так, чтобы ребенок пропал, чтобы связи за ним туда, вернее не связи, а информация, этот ореол не потянулось по связям туда за ним это все. Соответственно удаляетесь. Вообще в идеале вы должны как будто вынуть ребенка из старой жизни и вставить его в новую жизнь. Как ячейки из одной вынул, в другую вставил. Как это делать? Тема отдельная и достаточно большая. Но некоторые моменты я сейчас вам обрисую. Менять школу нужно летом. Ну желательно летом. Если не горит, если нет какой-то катастрофичности, то нужно потерпеть до лета. Почему? Потому что летом у вас будет время подготовиться. Что вы должны тренировать, к чему и как вы должны готовиться? Ну первое. Вам нужно будет разобраться, что в поведении в жизни ребенка привело к данной ситуации. Это может быть категорически отказ от мата, что моментально срисовывается и все дети это понимают. Это как бы бросается в глаза. Сейчас все дети матерятся, к сожалению. Моя дочь тоже матерится, я об этом прекрасно знаю, но она матерится там, в той среде, в которой в общем-то не материться по большому счету нельзя, без издержек для себя, если ты еще не обладаешь сформировавшейся личностью. Вы это должны понять. Или шоковая реакция на употребление алкоголя или наркотиков. Ну например там он увидел как кто-то курит и начинает ой ты что делаешь это вредно. Это настолько наивные слова, настолько наивное поведение сейчас в школьной в нынешней среде, что дети очень быстро к этому цепляются. Или неуверенность, которая проявляется в бедности мимике, жестикуляции в опущенных глазах. Или очки, неопрятный вид, повышенный вес и так далее. Вот это вы должны понять и с этим вы должны поработать. Если это очки, то вставьте ему ради бога контактные линзы уже это сейчас можно работать. Дальше мы еще к этому вернемся. Второе. Что есть нечто гораздо важнее ценностей жизни. Это ребенок должен понять. Ему это нужно объяснить. И для этого он должен не сразу убегать с класса или со школы, а пережить это все. Естественно ему об этом говорить не надо, но вы должны это понимать. Такие ценности, за которые нужно драться, такие ценности, потеряв которые вполне возможно сложатся подобной ситуацией, он обязан будет дать в зубы. Он это должен знать. Дальше. Что смелость находится не где-то внутри, а скорее снаружи. Ну это мое соображение, мой вывод. Если ты струсишь на новом месте первый раз, окружающие будут смотреть на тебя так же, как и раньше. Ты должен сделать все, чтобы сложить о себе иное мнение. Что значит снаружи? Это значит, что если ты сложил о себе какое-то мнение, то ты на него будешь работать. Если ты сложил о себе плохое мнение, как об трусливом человеке, то ты будешь бояться. Очень сложно будет перебороть эту ситуацию. Поэтому с самого первого шага нужно формировать о себе это мнение. Как о человеке смелом, который всегда отвечает. Дальше. Если не будешь драться сразу, с чистого листа, потом это сделать будет намного тяжелее. Почти невозможно. Но это логично вытекает из предыдущего. Ребенку это нужно объяснить. Он и так понимает, но вы должны об этом говорить. Далее. Вы не должны думать, что походы во всякие секции и кружки исправят ситуацию. Если ваш ребенок забит, то когда вы помещаете его в какую-то секцию, особенно некоторые мамочки любят его отдавать в секцию по единоборствам. Вот сейчас он научится там драться. Понимаете, он и так забит. Он и так сейчас пока трусоват. Он и так слаб. Вы его отдаете в секцию, где во-первых новая для него среда, во-вторых в этой новой среде скорее всего уже сформировались связи социальные роли розданы, но если только это не впервые набирается секция. Хотя такое редко бывает. А в-третьих в этой секции дети занимаются уже подготовленные. Они преуспели в каком-то виде единоборства. Вы отдаете туда ребенку. Дети сразу понимают, что этот ребенок относится к разряду гнетаемых. И скорее всего ничего хорошего из этого не выйдет. Скорее всего даже хуже станет. Поэтому делать этого нельзя. Если вы его отдаете в какой-то кружок, вы его должны отдавать туда, где занимаются тем, что он очень любит и умеет делать. Вот это очень четко надо понимать. Дальше. Раскрепощать ребенка нужно не всякими любыми секциями и советами, а предоставлением ему максимальной самостоятельности. Перестаньте ему завязывать шнурки, спрашивать, отдел ли он шапку, где он и с кем он будет гулять, я не знаю, повязывать шарф, загонять, кушать и так далее и тому подобное. Знайте, что те дети, которые являются хулиганами и хищниками в такой опеке никогда не не окунались в такую опеку. Их никогда этой опекой не окружали. Именно поэтому они такими и выросли. И вам, как бы вам хотелось или не хотелось там по-другому вести себя, придется себя вести по-другому. Давайте ему больше самостоятельности. Пусть он сам решает, что он хочет смотреть, читать, когда он будет делать какие-то свои обязанности и так далее и тому подобное. Теперь, что вы должны сделать за лето? Как вы должны работать? Как вы должны подготавливать? Работа должна идти по следующим направлениям. Первое, это работа с жестами. Жесты выдают человека с головой. Вы можете что угодно делать для того, чтобы скрыть свои слова, скрыть свое внутреннее состояние, но вас выдадут жесты. Однозначно и сразу. Для такой работы, для того, чтобы работать, нужно взять какую-то книгу, которая показывает, что значат те или иные жесты. Сейчас этой информации много в интернете. Я, например, в свое время читал книгу, она мне очень понравилась. Ее написал Алан Пис, называется она «Язык телодвижений». Соответственно, вы должны ее взять, ну и брать больше открытых, то есть стараться, чтобы ребенок делал больше открытых жестов, каких-то нападающих, может быть, жестов, раскрепощающих жестов, чтобы он от всех закрытых и защитных жестов отказывался. То есть вы целенаправленно, вы ему должны показывать, что это такое. И в общении, в повседневном, в бытовом, обращать на это внимание, его, и буквально бить ему по рукам, говорить, что вот так делать нельзя. Причем, когда вы начнете такую работу, это будет менять еще его внутренний мир, потихонечку, но будет. Дальше. Мимика. Нужно приучать ребенка больше улыбаться, смеяться, прямым взглядом смотреть в глаза собеседнику, периодически отводя его, чтобы это не было принято за вызов. Ну, когда человек вообще не смотрит в глаза, это неприятно, это сразу чувствуется, что он не уверен в себе. И когда он вообще пялится постоянно вам в глаза, это вызов. Соответственно, вы должны приучать ребенка объяснять ему, как нужно смотреть в глаза. Посмотрел в глаза, немножко отвел в сторону, опять вернул, еще на что-то посмотрел, на что-то показал, вернул. То есть, вот это взгляд уверенного в себе человека. Далее. Голос. Голос должен быть внятным и не тихим. Проглатывание окончаний и тому подобное нужно искоренять. Обратите внимание на его дикцию. У меня было много ребят. Один, например, очень показательный случай, когда парень произносил какое-то предложение, а под конец проглатывал фава. То есть, он постоянно что-то говорил, а потом затихал. То есть, вот так, понимаете, он их прожевывал, проглатывал и сразу становилось ясно, что этот парень в себе не уверен. Далее. Крайне желательно подобрать одежду, обувь, сумки и так далее, отталкиваясь от мнения самого ребенка. Представьте, что вы подбираете ему амуницию к бою. На первых порах этот костыль, ой, как мог, поможет, но потом его можно убирать, чтобы не мешал росту личности. Что имеется в виду? Дело в том, что действительно, на первых порах, пока личность еще не сформировалась, ребенок не уверен в себе, вот такие вот внешние какие-то вещи, они очень помогают и прибавляют какую-то часть уверенности. Хочет ребенок такую-то сумку, дайте ему такую-то сумку. Ну, естественно, если это деньги ваши позволяют это сделать. Это делать нужно. и как только вы поняли, что он в новой школе укоренился или в новом классе, то дальше уже с этим надо завязывать, потому что если он и далее будет как бы опираться на уверенность, которая в фундаменте имеет вот такие вот костыли, то ничего хорошего из этого не выйдет. Далее. Летом вы с ребенком должны посетить как можно большее количество массовых мероприятий. Таких мест, где много людей, шумно, нужно выполнять какие-либо задания, разговаривать с другими. В таких местах ребенка никто не знает и ему легче учиться взаимодействии. Обязательно после каждого такого практического выхода оговаривайте все плюсы и минусы. Надо искать решения появившихся трудностей. Желательно, чтобы эти массовые мероприятия состояли, как бы состояли, сборище эти состояли из детей одного возраста с ним. Вот это крайне желательно. Далее. крайне желательно найти группу детей, которые смогут приходить в гости к вашему ребенку. Дома стены помогают, как говорится, и дома ему будет легче. Вы должны устраивать сеансы каких-либо групповых игр. Настольные, психологические, компьютерные, без разницы. Я, например, в свое время собирал ребят из нового класса моей дочери, из новой школы. Она у меня перешла в конечном итоге в школу. Решились те проблемы в старой школе, но так как мы уже начали подбирать школу, потому что я предполагал, что проблем не разрешаться, мы нашли очень хорошую школу, в которой нас все устраивало, и там у нее и репутация была выше, успеваемость выше, и мы поменяли в итоге школу. И вот для того, чтобы включить ее в новый коллектив, мы занимались в том числе и такими играми. До сих пор занимаемся. Что это были за игры? Ну, например, «Мафия». Посмотрите, как в нее играть и устраивайте эти игры у себя. компьютерные игры, пожалуйста, покупайте компьютерную приставку или компьютер с двумя джойстиками, и пускай они приходят по очереди играют. И вы играете, и наблюдаете, как ведет себя ваш ребенок. Далее. Крайне желательно развивать физическую форму ребенка. Ну, это понятно. Дело в том, что физическая форма, когда у ребенка что-либо получается хорошо делать руками, это очень придает уверенности. Это сложно. Я спорить не буду. Диеты, занятия спортом регулярно, это сложно. Но за лето, если заняться, можно неплохо себя подтянуть. И даже не в плане физической формы, может быть, он не сможет похудеть значительно или значительно набрать мышечной массы, но вы сможете его чему-то научить. Например, я свою научил играть в теннис. Мы регулярно бегали до теннисного стола в парке и играли там в настольный теннис, пинг-понг. И это достаточно весомый такой вклад внесло, придало ей уверенность. И она стала играть значительно лучше 90% ее будущих и нынешних сейчас учеников. Это придает уверенность. Кстати, уж если мы про это поговорили, вы еще можете своему ребенку, которого травят, поговорить с учителями и разрешить ему не посещать физкультуру, но тренируйте его дома самостоятельно. Почему я так говорю? Потому что, ну, я уже говорил, именно на физкультуре для ребенка создаются более травматичные ситуации. То есть, скорее всего, он не хочет посещать физкультуру, вы с ним поговорите. Если он не хочет, то, соответственно, вы ему должны дать освобождение. от этого. Но, опять же, действуя таким образом, чтобы никто и понятия не имел, в чем кроется истинная причина. Далее. А, ну, вот у меня тут написано, что кроме тенниса, да, будет замечательно, если вы научите его играть в настольный теннис, закидывать без промаху в баскетбольное кольцо. Например, залитый, это можно сделать. И в новой школе он, когда будет попадать лучше всех. И это придаст ему уверенность. И поверьте, вот такая деталь, такой нюанс, но он очень хорошо работает. Или, например, во все времена востребовано, в школе, в том числе, если ребенок ваш научится на ней играть, повышенное, теплое, конструктивное внимание будет помогать ему на новом месте. Далее. Найдите в интернете сленговые выражения молодежи и приучайте ребенка употреблять их в разговоре. Кроме того, найдите устаревшие, но интересно звучащие из организма и употребляйте в разговоре их. Целенаправленно учите ребенка. Он должен понимать, что делает. Все это привлечет к вашему вниманию позитивно, к вашему ребенку позитивное внимание ребят. Ну, дело в том, что сейчас все дети, как я уже говорил, матерятся. Если ваш ребенок не матерится, то он сразу же как белая ворона. К нему привлекается негативное внимание ребят. Поэтому учить материться, конечно, плохо. И я свою материться не учил. Хотя я своей и не запрещал. Дома ни в коем случае. Но зная, что она это делает на улице, я это не пресекал. Мы живем с вами в таком мире и не нужно лицемерить. Все матерятся, как правило. В одних ситуациях матерятся, в других нет. Ребенок должен понимать, когда это можно делать, когда это нельзя делать. Ребенок должен понимать, когда это уместно и чтобы это не было чересчур отвратительно и вульгарно. То есть, вот примерно такой подход вы должны воспитывать. Когда мы смотрим с ней фильмы, если вдруг кто-то говорит матом, ну тоже никакой катастрофы из этого не делаем. Но это отдельно. Я сейчас говорю про жорганизмы. Жорганизмы должны быть. К жорганизмам очень повышенное внимание у детей. Ну, если вы не знаете все эти лолки, кеки, понимаете, там, траблы, рофлы и так далее, они очень любят это употреблять. И количество таких жорганизмов в речи ребенка как бы придает ему веса и уверенности в себе. Соответственно, разговаривайте с ребенком на этом языке все лето. Да, вам может поначалу показаться, что этот язык птичий. Да, потом это надо будет исправлять. Скорее всего, когда он уже врастется в новый коллектив, в новое общество, нужно будет каким-то образом это корректировать. Но это будет потом. А пока нужно, ну, например, вплоть до того, что иногда я для того, чтобы меня услышали дети, могу употребить слово, например, хлебальник. Понятно, да, на какое слово оно похоже, но оно все-таки не является, это выражение, это слово матерным. И как только я так говорю, на меня все дети смотрят, удивляются, и как бы авторитет у меня есть. Вы можете сказать, что это дешевый авторитет, что это там учитель так себя не должен вести. Да плевать мне, понимаете, вы не работаете с этими детьми, вы не можете решать проблемы этих детей, а я могу. И у меня порядок, у меня нет травли, и у меня дети не матерятся. Пускай он будет говорить хлебальник вместо аналога матерного слова, да, а потом постепенно я отучу его говорить и это выражение. В общем, если вы хотите, чтобы ваш ребенок прибавлял в весе на новом месте, вы должны приучать его к тому, чтобы он употреблял же организмы. И искать такие же организмы, которые за ним будут повторять все остальные, а к ним относятся устаревшие. То есть, он сказал, другие услышали, им понравилось, и они начали его употреблять. Это слово. Далее. Если в общении с ребенком вы использовали авторитарный стиль, повышенный тон и так далее, то от этого всего нужно максимально отказаться. Повторяю еще раз, хулиганы с хулиганами так не разговаривают. Хулиганы воспитываются совершенно в другом стиле, в попустительском так называемом демократическом, когда им все разрешено и ничего за выходки не делается. Дальше. Не заставляйте делать ребенка ничего лишнего, если он сам этого не хочет. Если вам кажется, что это надо, а он не хочет, не заставляйте. Понятно, что не нужно воспитывать разбалованного какого-то балбеса, но вот в этот момент, когда вы его будете помещать в новый класс или в новую школу, вы должны перед этим, я еще раз говорю, в идеале, чтобы это было целое лето, вы должны позволить ему развить собственную личность, собственное мнение, собственную свободу действий и так далее, взглядом. Он должен выбирать, что есть, во что играть, что надеть, какой фильм посмотреть и так далее. Ну и напоследок две очень показательные истории, как на мой взгляд. Первая, это моя собственная. Чем все закончилось? Я вам начинал про раздевалку. Естественно, я никакой каки в рот брать не стал. Все это дело забылось как-то и даже после этого меня, что странно, мои одноклассники этим не травили, не попрекали. Наверное, они все-таки не узнали, что там было, не помню. Дело в том, что об этом как-то узнал мой отец. Отец у меня мужик суровый, как я уже говорил, очень крепкий, жесткий, такой олдскул мужик. Так вот, отец пошел в школу и поставил там все с ног на голову. Школа гремела и тряслась так, что там все бегали мокрые от холодного пота. Ну и тогда, к счастью, отец этих пацанов не нашел, потому что я очень боюсь, это прям велика вероятность, что он бы сел за этих пацанов. Соответственно, на следующий день пацаны пришли ко мне извиняться. Опять же, хорошо, отца не было дома, он был на работе. После этого данные пацаны от меня отстали полностью. Они действительно были очень напуганы, извинились, но не прекратилась травля, понимаете? То есть, отец не смог напугать, вернее, он смог напугать всех, но дальше всех учителей, я имею ввиду, учителя донесли до этих ребят, но дальше этих ребят информация не распространилась. А так как меня травила уже практически вся школа, то ничего не изменилось. И когда отец очень скоро узнал об этом, что меня, оказывается, вся школа травит, как он поступил? Он зажал мою голову между ног своих и взял ремень и очень сильно меня порол, приговаривая, что если я такая скотина, которая боится по морде получать там, то получать он будет тут. И я, вернее, буду тут. А выдавать будет он мне. И если на меня это не подействует, если и после этого я буду бояться за себя заступаться, он просто-напросто сядет на газон, машина, газ, грузовая, переедет меня, потому что он меня породил, он меня и уничтожит. Знаете, как в Тарасе Бульбе. А потом повесится сам. Если вы думаете, что мне было тяжело это слышать, то я думаю, что вы даже понятия не имеете, о чем думаете. На самом деле это было просто катастрофично для моего сознания. Изменило ли это что-то? Вы знаете, сейчас я удивляюсь, но тогда я понимал, что я не смогу уже ничего решить, потому что это надо было побить всех в этой школе. Я не знаю, чтобы что-то изменилось. А я дрался с некоторыми периодически. Я был сильнее многих. Но все равно невозможно это было решить. Это к вопросу о том, как сильные и крепкие ребята попадают в такую ситуацию. Да вот так. Когда тебя травят все, ты не можешь всех убить. Побить. Я пришел к своим одноклассникам и им рассказал об этой ситуации. И они, к моему удивлению, к нынешнему, стали меньше меня травить. Почти перестали травить. Но кроме них были другие люди, которые продолжали это делать. То есть, опять же, были такие ситуации, когда они просто обязаны были меня травить, потому что рядом присутствовали взрослые, которые подталкивали ситуацию в эту сторону. Понимаете? Я вам уже об этом говорил, о том, когда свита делает короля и не только король свит. То есть, фактически, ничего не решилось. Кроме того, что усугубилось мое понимание кризисности этой ситуации. Кроме того, что я настолько хапну всего этого, я только и мечтал, когда я сначала перейду в 9 класс, куда никто из них не пойдет, где меня будут немножко меньше знать, в 10 класс, я имею в виду, после 9. А потом и вовсе уеду из города, начну новую жизнь и ни в коем случае подобного не допущу. Правильно ли сделал отец? Ну, как вам сказать, с точки зрения воспитания крепкого мужика, он поступил правильно. Я действительно вырос очень крепким мужиком. Но вот этот его метод, это сами решайте, нужен вам этот метод или не нужен. Метод подобен метод научения плавания. Знаете, когда выкидывают из лодки ребенка, а дальше, если научится, то будет очень хорошо плавать и не утонет. Но не научится, потонет и как бы умер и хрен с ним. Правильно, неправильно, ничего говорить не буду, скажу только, что я сейчас отца не виню и в общем-то даже благодарен ему за тот его поступок. Вторая история очень показательная касается друга моего отца. Мы вместе переехали в Россию из страны СНГ и друг моего отца переехал сюда с сыном, с семьей, как полагается. Так вот, этот сын попал в схожую ситуацию. Ну, просто потому, что опять же группа риска, я вам об этом говорю. Он попал в эту ситуацию. Но в отличие от меня он еще и был маленьким, худеньким, таким чедушным. Так вот, когда его начали травить, он поступил и пошел по другому пути. Он взял топор, прибежал в школу и очень долго носился по этой школе за своими обидчиками. Ну, наверное, минут 15-20 его не могли поймать. Потому что он действительно глаза бешеные, изо рта слюна, топором махает, машет, разбивает в мебель, парты и так далее. Понимаете? И после этого от него все отстали. Другое дело, что после этого он попал на учет в детскую комнату милиции и сделал первый шажок в криминальном направлении. Пять лет назад, являясь, отсидев в тюрьме, и являясь очень авторитетным человеком в Белгороде, этот парень погиб. Они сидели с отцом, выпивали и решили выпить не замерзай. Показать, у кого там яйца круче. Соответственно, выпили оба и оба погибли. У него осталась, соответственно, дочь, а у взрослого, у его отца, жена, вдова. То есть, вот такая история. Я вам о чем говорю? Я вам говорю о том, что нет однозначных ответов в этой ситуации. Вы можете научить ребенка давать сдачи и сказать, что пока ты не выколешь ему глаз своему обидчику, он от тебя не отстанет. И он пойдет, ваш ребенок, и выколет глаз. А закончится это все отсидкой, авторитетством вот таким вот криминальным и, как правило, там смертью очень скорой. Вы можете так сделать, а ребенок так не поступит. Просто не сможет поступить. Понимаете? Вы можете поменять школу сразу или класс сразу и тогда в ребенке трусость какая-то зародится, которая потом не позволит ему жить дальше. То есть, все очень сложно и к каждой ситуации нужно подходить индивидуально. Невозможно сказать, что вот так делать правильно, а вот так делать неправильно. Ну, на этом у меня все. Я крайне надеюсь, что моя информация будет полезна людям, которые попали в эту ситуацию, просто потому, что я сам в ней был и знаю, насколько это тяжело. Спасибо. Вы смотрели канал Раковое образование. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова